Красные две кисточки. Две кисти. Одна острая, а другая гладкая. Острая? Ай, ай, уколоть можно. А другая такая широкая, большая. Ну, просто, чтобы большая была, да. Окей, let's start. Давайте начнём. Да? Итак, скажите мне, пожалуйста, на какую форму похож шар? Воздушный. Да, Лера? На круг. Круг. Правильно, сто процентов. Похоже на круг, да, посмотрите. Я думаю, поэтому вы знаете, почему мы взяли тарелочки, да. Всё очень просто. Итак, мы берём тарелочку вот так вот, опа, берём карандашик и вот так вот обводим. Всё очень просто. А потом мы берём... Такая тарелка подойдёт. Да, подойдёт любая круглая поверхность. Да. Потом вы можете взять... Тут у меня есть стаканчик. Ещё один круг. Потом, слушайте, может, у меня ещё какой-нибудь кружочек есть? У меня есть... О, какой кружочек, смотрите. Вот такую поверхность. Поверхность. Look at here. I have one more circle. I can draw it here too. Я тоже могу здесь нарисовать. Check any circle... Any circles... Maybe you have something like bottles or something like that. What will have circle form? То, что будет иметь форму круга. Так, смотрим, Алиса. Алисочка, чуть посильнее для меня нажми. Ты умничка, что сильно не жмёшь. Просто не видно через камеру. Окей, чуть-чуть посильнее для меня. А Виктория, отлично. Виктория, делай второй и третий кружочек. Ну, или только два. Вы можете придумать столько шариков, сколько вы считаете нужным. Я нарисовала три. One, two, three. Да? Вы можете взять эту бутылку от подкраски. Вы можете взять бутылку... Any bottle that will have circle... Circle, like, contour. Так. Раз, два, три. Главное, чтобы они были разного размера. What is important? Different size. Different size is more beautiful than one size. Одинаковый как бы. The same size. Виктория, как у тебя? Так, смотрим. Виктория... Виктория, переверни, Виктория. Надо перевернуть. Алиса, прекрасно. Замечательный, Виктория. Очень хорошо. Смотрю, одинокласс. Позиция прекрасная. Уууу! Владимир, у тебя один за другим. One behind the other. Nice. It's very cool. I like your idea. Perfect. Yeah, very cool. Very cool. Okay. It's possible when one thing behind the other is very beautiful. Mm-hmm. Very cool. Okay. Как идут дела у Лизы и Леры? И мы перейдем к следующему этапу. Лиза, Лера, покажите, что все у вас хорошо. И мы перейдем к следующему этапу. Okay. I will wait, Лера, не волнуйтесь. We need to draw the backhead. Backhead – это как корзина, куда садятся ребятки, да, наши. Но она должна быть строго по центру. But backhead should be in the middle of our circle. Yes, it shouldn't be like that or like this. It should be in the center of our circle. Это как бы должно быть в центре нашего сёрка. Поэтому я сделаю здесь пимпочку, знаете, как воздушный шарик. Вот здесь он затягивается, да. У воздушных шариков, знаете, когда мы рисуем, тут такая центральная пимпочка, где воздух. И под ней, Лерочка, отлично, да, очень хорошо, супер, класс. Значит, и под ней я делаю ниточку такую тоненькую и корзинку. Корзинка – это квадрат или прямоугольник. The backhead is the rectangle or the square. What is important? It should be in the center, yes. Look, check yourself. It shouldn't go on the right or on the left side. И не должно как бы сдвигаться направо или налево. It should be in the center. The same for other. This is big backhead, big, big size. This is medium size. Medium – это средний размер. Соблюдайте размеры. Не может быть, что здесь, например, маленькая, а тут большая, да. Соблюдайте размеры обязательно. Okay? And small size. Very, very small. Very, very small. Okay, we have three rectangles. Big, medium, small. I am checking. Wow! Владимир, bigger, bigger. Do more distance between circle and your rectangle. And bigger size. Biggest, more biggest. You can check once. Look at here. This is rectangle. It will be inside one, two, three, four, five times. It could be less. It could be less. I am checking. It could be less. It could be. I will draw less. Look. I will draw less for Vladimir, because Vladimir is too close. Да, очень хорошо, одиночка. It could be less. Да, Лерочка, большая корзинка, чуть меньше. Меньше только по бокам обруби. Я вот тоже меньше делаю, да. Никаких проблем. Если нужно подправить, подправляем. I am doing a little bit less. Сейчас, Виктория, как у тебя дела идут? Hold on. Викуль, за этот. Ууу, сколько у тебя много. Викуль, тот, который сзади, который сзади, шарик, у него корзину видно не будет. Корзину затирай, окей? Тот, который сзади, корзину затирай. Так, Владимир, little bit bigger, little bit bigger, and it will be nice. Да, Владимир, little bit bigger, this square, окей? Алиса, очень хорошо. Алиса, прекрасно. Окей. Виктория подправляет, где я тоже сказала, да, подправить. Отлично, очень хорошо. Да, Лерочка, посмотри внимательно, что вот эта ниточка находится посередине, посередине квадрата, а у тебя квадрат чуть вправо сместился. Видишь, он сюда ушёл. Чуть-чуть подправь. Yes, good, Владимир, very good. Yes, very nice. Окей, теперь, ребята, нам надо нарисовать лес. Посмотрите. Я рисую лес, потому что они летают над землёй. Excuse me, what is the less? Лес, this is foreign, trees. Okay. Я правильно сказала? Foreign, да, будет? Лес. Нет, неправильно? Как будет лес, ребята, исправьте меня. Foreign. Как? Foreign. Foreign. А напечатайте, напечатайте, как будет лес по-английски. Forest. Forest, окей, вот, forest. Помнишь, она F? Yes, forest, this is less. Лес, it's forest. Итак, я нарисовала лесной массив. И, конечно, такой вот здесь, вот, уже такой прямой, это будет линия горизонта. Там, где поля проходят. Ну вот, смотрите, как красиво. Сейчас мы с вами сделаем... Мы сейчас с вами сделаем ещё узор на шариках, и будет красота. Если кто-то сделал, покажите мне. И в самаредеде этот плащу. Так, смотрим, Алисенька. Ближе, ближе. Ой, красивый какой лес. Отлично, очень хорошо. Алиса, прекрасно. Лиза хочу тоже посмотреть. Да, смотрим, Алиночка. Так, сейчас, Викуль, секундочку. Хорошо здесь, хорошо. Да, супер. Один, знаешь, вот у этого шарика я бы тебе рекомендовала корзину чуть уже сделать. Просто ширина хорошая вот так немножко сточить, да, чтобы чуть-чуть была поуже. Не такая вытянутая. Так, Викуль, хорошо. Хорошо, Викуль, прекрасно лес. Отлично, смотрю, Лерочка. Лерочка, отлично. Лер, смотри, у тебя немножко полукругом идёт, да, а линия должна быть всё-таки параллельно листу, да. Вот параллельно, это же горизонт. Поэтому старайтесь, чтобы она прямо шла, да. Прямо в горизонт. Не полухолмиком, а прямо. Так, Владимир, upper. Little bit upper. I want to see the bottom. Upper, upper, upper. Oh, perfect. Very good, Владимир. I like your bottom landscape. Very good. Да, очень мне нравится. Очень хорошо. Ещё на холстах рисуем. Викуль, да, какой вопрос? Нет вопроса? Окей. Лерочка. Да, Лер, вот сейчас подправила. Хорошо, отлично. Как дела у Лизы? И мы переходим к форме. Лиза, как дела? Хорошо, покажи лайк, не лайк. Как? Так, Лизонька, покажи ручкой. Хорошо идут? Виктория, на английском что-то написано. Окей. Мы тогда переходим сейчас к форме, да. Посмотрите внимательно. Мы сейчас будем соединять. Ира. Yes. Ой, Лизонька, супер, отлично, очень хорошо, прекрасно, прекрасно, да, один за другой заходит, отлично. Окей, мы сейчас будем делать к центру, такой, как будто в центр делаете, смотрите. Знаете, когда шарик держите, у него в центр уходит, как, ну, где его завязывают, да, мягко-мягко. И делаем это везде. Вот таким образом. Чук, вниз как бы. Угу. This is the first step. Second step will be the drawing. Yes. Владимир, do it more, like, more, how to say, you should continue this line. Continue is meaning, как бы, продолжить. Это значит, not very, как, не сильный изгиб, да, not so wavy. More, more comfortable, как бы, как сейчас тебе скажу. Как бы тебе надо продолжить, она у тебя сильно изгибается. Do you see? Лерочка. Да, Лерочка, отлично, да, Лерочка, хорошо. Окей. And we are cleaning the circle inside. We are cleaning the circle inside. And lining inside. Посмотрите, теперь это похоже на капельку, да, есть такое? Да, да, Викулечка, какой вопрос? Или это кто-то другой спрашивал? Я слышала, что кто-то спрашивал что-то. Лерочка, ты спрашивала? Нет? Окей, we are cleaning the circle inside. Алиса, Лиза, если вы спрашивали что-то, скажите. Владимир не успела. Так, а как у один у нас дела идут? Смотрю, секунду. Секунду, hold on. Да, отлично, супер, отлично, очень хорошо. Итак, когда мы сделаем капельку, да, когда капелька готова, смотрю, Алиса, отлично, очень хорошо, отлично, замечательно. Теперь нам надо эту капельку превратить в воздушный шар. Показываю, как это делается. Где-то внизу вот тут, вот, да, уже внизу у капельки. Сейчас, секунду, Владимир смотрю. Но, Владимир, more comfortable, I will show. Look at here, you have the circle, and then you have something like that. Look at here, look at here. You have something like that. Yes? I'm asking you, look at here, what I'm asking. I'm asking to do it more like this. Как лампочка, знаешь, раньше лампочки такие были. Как бы более, не такой резкий угол, видишь, да? Do you see? Differences. Окей. Сейчас мы будем с вами рисовать уже сам воздушный шар. Первое, что мы будем рисовать, это холм. Мы сейчас подождем Владимира, и мы сейчас будем рисовать с вами хиллайн, как этот, как холмик, да, такой холмик. Вот так вот. Владимир, don't worry, I will show you on the second one. Холмик, раз нарисовали, а потом смайл. Снизу, как бы, линия улыбочки. Да, вот сейчас хорошо, Владимир, видишь, как мягкий переход. Very good, yes, very good. We are drawing the hill line, look at here, this is like a hill, как холм. And on the bottom, the smile line. Как будто улыбается кто-то. Холмик, улыбочка, холмик, улыбочка, холмик, улыбочка. Попробуйте. Один вопрос есть? Окей. И то же самое второй раз. And second time the hill. The hill I am drawing second time. One more. One more. One more. And bottom line I am cleaning. What is under the smile line. И под улыбку, вот этой линии улыбка, снизу я стираю хвостик. Вот этот маленький хвостик мы стираем. Ну что, смотрите, у нас осталось только не веревочки, да? Видите, вот это я стерла. Опа! Сейчас только ниточки сделаем, а то шар улетит без корзинки. Фух, и все, да? Но я хочу посмотреть, как это выглядит для каждого из вас. Пожалуйста, обязательно покажите. Пусть шоу ми. Да, Лерочка, смотрим. Отлично, отлично. Лера, хорошо, замечательно. Да. Так, Алиса, Лиза, давайте как? Алиса, смотрю. Секундочку. Так, отлично. Алисенька, прекрасно, замечательно. Владимир, more close to me? More close, more close? Hold on. Yes, very good. Владимир, очень хорошо, прекрасно. Лизонька. Лиза, очень хорошо, отлично, прекрасно, да? Супер, отлично. Лера, секунду, смотри. О, Дина, здесь смотрю. Отлично, да? Одиночка тоже хорошо, супер, супер, Дина. Прекрасно, молодцы. Что ж, нам осталось сделать форму корзины. Посмотрите, я делаю ей ушки, как у Мишки. Ушки, как у Мишки. И дно. Что значит дно? Дно – это вторая полоска, которая такая темненькая. Пук-пук-пук. Потому что мы это снизу смотрим, и дно мы видим. Мы видим дно. Да, мы видим дно. И, конечно, веревочки. Веревочки от линии улыбочки. От линии улыбки веревки. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И от линии холма вертикально. Ещё раз показываю. I will show one more time. From here, from smile line. Smile line. And from here line. And the same here. Ну, смотрите, как классно, да, получается. Так. Кто дан, покажите. Я хочу быть уверена, что у нас корзинка не упадёт на землю. И не разобьётся, да. Так, смотрим, Виктория. Да, Викуль, у тебя задняя есть? А теперь от линии Виктория, от линии холма, тоже протяни до корзинки поверх нити. То же самое, Лизонька. Лиза, так, у, да. Значит, смотрите, Лиза, Лера. Hey, from smile line you are doing lines. And from here line you are doing lines to the bottom to here too. Потому что мы как бы сзади у вас линии, спереди. Владимир, more close to me. More close to me. More close, more close. Yes, more close, more close. More close, more close. Okay, very good, very good. Владимир, отлично, хорошо линии сделали. И есть решение, что как будто кто-то там стоит. Не знаю, почему. But like somebody is staying inside. Okay. Да, Лизонька, хорошо, только сделай, чтобы до края, от края до края корзинку линии держали тоже, да. Потому что отлично. Вот у один и хорошо держит, да. Лерочка, сильно очень не дави. От края до края корзинку надо держать. То есть смотри, от края до края. То есть ниточки должны вот от края до края доходить. То есть две ниточки справа-слева сделай, будет хорошо. Виктория поправила? Хочу проверить. Так, да, прекрасно. Лиза, хорошо. Виктория не успела. Виктория, Викуль, не успела. Ты сделала от линии холма ниточки от края до края? Окей, супер. Так, да, вот сейчас хорошо, Лера. Да, это у нас Алиса или Лиза? Хорошо сейчас сделано. Это Алиса, супер, да, хорошо, отлично. Окей, the next step. The next step we need to draw the line and we are ready to color in. Yes, the line, what is means, this is the line on the ball. And this is the hardest part. Это самая сложная часть, которая будет. This is more hard part, what we will have today. Это наиболее сложная часть. So, please look at me, it's very important. Пожалуйста, поэтому посмотрите на меня. Итак, я нахожу центр, посмотрите, центр. I'm looking at the center. Where is the center? And then, look, I have the line, the circle line. Я имею линию, как бы, круга. Line of the circle, do you see? Line of the circle. I need to repeat this line of the circle, like watermelon or something like that. What is going to the bottom only? Again, from the top, what is going to the bottom? One more time. What is important? In the middle, look at here, guys, in the middle, middle. So, line will not look like the circle, do you see? Еще раз. В центре линия не будет выглядеть, как круг, да? Она будет прямая. And on the right side, it's opposite. It's opposite. Please try to repeat after me exactly how I do this. Еще раз. Все линии должны прийти вниз, только вниз. Check yourself. All lines should do and in the bottom, in the hill line. All lines should start in the one dot, on the one top dot. На одной топовой точке все линии должны начаться и закончиться на линии вот этого холма. Не справа, не слева, а на линии холма, имитируя полоски на арбузе, как будто бы это арбуз, да? Повторюсь еще раз здесь. Yes. If somebody needs some help, please let me know. Виктория Ситедан, покажи. Так, секундочку. Ниже, 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 ниже. Ниже. Не успеваю. Отлично, да, Викуль, хорошо. Задний шарик делай, самый задний который. Окей. If somebody done, please show me. If somebody done, please show me, yes. Если кто-то всё... А можно другие узоры делать? Да, можно, но это зависит. Если ты будешь другие, то форма должна быть по форме шара. То есть ты какой узор хочешь делать? Клеточку. Тогда ты делаешь такие же узоры, вот как здесь, а потом вот так вот по полукругу. Видишь? Это очень важно. То есть полукруг. То есть ты так же, как арбуз рисуешь, ты только уже горизонтальные линии. Если кто-то всё, обязательно покажите, как у вас получилось. Так, Лизонька, смотрим. Отлично, Лизонька, замечательно. Да, остался третий шарик. Очень хорошо. Класс. Да, кто-то показать хочет. Лиза, Алиса, как у вас дела идут? Так, смотрю, Алиса, секундочку. Отлично, Алиса, хорошо, прекрасно, очень хорошо получилось. Окей, Владимир, смотрим. Владимир, отлично, замечательно. Лиза, хорошо, отлично, прекрасно, да. А как с кружочками делать? С кружочками будет сложнее, зайка. Алиса, ты кружочки где хочешь сделать? Я хочу сделать по краям кружочки. Или здесь кружочки. По краям вот здесь вот? Да. То тогда ты делаешь вот так вот. По форме тоже, видишь? И точно так же. То есть здесь побольше, вот тут кружочки побольше, а чем выше и ниже, тем они меньше будут. Хорошо. Окей, guys, who is done? Final step. We need to little bit remove extra space here. Нам как бы нужно экстра вот, экстра линию здесь удалить. Смотрите, как это выглядит. Little bit, guys, it's very critical. И почистить. Для чего это мы делаем? Потому что так выглядит форма шара. Воздушного. Оп, видите, чуть-чуть обрезали. Прям little bit. Потому что он не совсем как шар, а он немножко там такой, у него, ну как, как табуреточка там, такая, как столик есть, да. Точно так же и здесь. Стачиваем. Мягко-мягко, very, very soft. Little bit. И совсем чуть-чуть. И все, и ваш шар как настоящий, видите? Теперь это выглядит как настоящий воздушный шар. Да, Лерочка, можно так, отлично, да-да-да. И то же самое на этом смотрим. Да, Лиса, правильно, отлично, да, вот именно так, как ты делаешь. Это Лиза у нас была. Правильно Лиза все делает. Алиса? В нижнем хорошо, в верхнем не вижу. Да, стачи чуть-чуть ровнее. Ровнее, это значит горизонталька должна быть, да? Так, смотрим, Одина. Одина здесь хорошо, здесь... Отлично, Одина очень хорошо. Одиночка очень хорошо. Так, я стачиваю у маленького нашего малыша. Ну, на самом деле, это такой же воздушный шар, потому что он далеко. Yes, Владимир, very good. Very good. You can save. Ну что, мы готовы? Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Так. Да, Алисенька, ага. Да, Алис, оставляй, оставляй, все хорошо. Я бы вот немножко этот угол, видишь, темноватый, да? То есть я бы его ровнее сделала, как будто столик, на который что-то поставить можно. Но я бы и так оставила, очень хорошо. То есть тетя Ира уже придирается. Ох, это тетя Ира, да? Ох, тетя Ира, ко всем придирается. Так, Лерочка, да, отлично. Оставляй, очень красиво. Я бы так оставила. Поверь, это не будет просто шарик. Он будет, вон, видишь, какой цветной. Кто хочет сделать вот этот шарик цветной, you can do this. Look at here. Look at here. Чих. Чих. Вы можете сделать вот такие полоски, и он будет цветной. Здесь в обратную сторону. Но это необязательно. It's not required. If you want, you can. But if you don't, don't do this. It's a little bit hard to feel how lines are going. Немножко тяжело понять, как линии идут. Но, если кто-то смелый хочет повторить, чувствуйте, да. You're taking just one line. If you want to repeat after me, guys, you're taking just one line. Look at here, this line. And... Чик, чик, чик. We have to do it like that? It's up to you. You can or not. И представьте, что у листочка вы делаете полоски у листочка. Like lines in the lift. Как линии у листочка. Потом вторую. Number one opposite on this way. Number three opposite. Number four. And you can try to repeat after me. But it's not required. If you want... Because this is very beautiful, but very hard. I know, guys. Don't worry. Это очень красиво, но сложно. Я понимаю. But you can try to repeat after me. If somebody wants to try, do this. If a little bit scary, don't do that. Если немножко боитесь, не делайте это. Это сложный рисунок, я понимаю. Но, конечно, он придает шару Ох, как красоту какую. Видите, какой красивый шар получился. You can try. But it's okay if you will not do that. It's absolutely okay, guys. Если очень смелый, оп, попробуйте. А если переживаете, что не получится, ну, тогда ставьте, да? Мы сегодня будем линии все равно тренировать. Как косичка, видите, получается. Так, смотрим. О, ну, Алиса, поздравляю. Алиса сделала. Супер, да. Алиса, five stars. Алиса сделала, да. Я знаю, что это сложный узор, поэтому это не обязательно. Вы можете сделать, можете полосатым оставить. Лиза тоже, ну, показывайте. У-у-у, Виктория тоже сделала. Ну, Викуль, я поздравляю тебя. Да, очень круто. Очень круто. Who is ready? Show me the like that we are ready for coloring. Раз, два. Так, смотрим. Одина. Ну, Одина я не сомневалась. Одина, супер, да. Очень хороший узор. Окей. Let's start. Давайте начнем. Мы начнем с шарика или с background. Да кто мне напомнит? Шарик? Front end or back end? Да, Одина? The background. Exactly. Background will be the first. Итак, мы берем большую кисточку. Очень большую кисть. Очень большую-большую кисть. Вспоминаем наши правила моем и сушим. Помните это правило, да? Let's try. Wash and dry. Wash and dry. И у нас там небо нежно-нежно-голубое. Мы берем blue, little bit blue. Да, отличная кисть. Лизонька, классная кисть. Супер. Берем blue. Wash, wash, wash and dry. And I'm taking a lot of white. So do we want a really light blue? Yes, real blue, yes, real blue, but very light blue, because we want to add a lot of white. A lot of water, please use a lot of water. And look at here, we are doing it very fast. Don't do it very slow. So, contour around the bowl could be drawing more careful, but other sides no. And please add more water if colors, if coloring going very hard, add more water. Okay? И смотрите, внутри шарика я тоже водичкой. This is the water. Уууу, Лерочка, очень красиво. Да-да-да, шикарный. Алиса, хорошо, возьми кисть только больше. Больше кисть возьми, крупнее. И посмотрите, у меня краска кончилась. Сделайте сразу себе много. Итак, я себе сделаю еще раз. Wash, 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 wash dry. My brush very clean. And with clean brush, only with clean brush I will take white. И теперь мы покрываем небо, насколько это быстро возможно. То есть используем скорость. Смотрите, как я это делаю быстро. Если не получается, только шарик. Смотрите, шарик я обхожу аккуратненько. Да, вот так вот, аккуратненько. Если вы попадете на шарик, никакой проблемы нет. Ребята, if you will cover a little bit the ball, it's not a big deal, guys. Никакой проблемы. Это акрилик, помните? Мы можем много-много раз покрывать цвет на цвет. Старайтесь, чтобы цвет немножко прозрачный был. То есть я даже карандашик вижу через этот цвет. И смотрите, я по диагонали. Шарик я вокруг обмазываю. А все остальное по диагонали. Смотрите, вот так вот. Видите? Hey, look at me. Circle, and this is covering диагональ. Нежно-нежно голубой. Не берите темно-синий. Check yourself. It's dark blue. No, don't do this. Don't do... Don't take very dark tone, okay? And a lot of water, guys. A lot of water means I can see my pants a little bit. It's okay. Then more to the horizon. Then more close to the horizon. Then lightest tone should be. More white on the bottom. Больше белого на... Снизу, да? And more blue on the top. И больше как бы голубого на верху. And it's very easy. Don't try to draw very, very something beautiful, because this is just the sky only. This is just the sky. I can draw the lines. Look at here, guys. I'm drawing blue lines. What is a little bit darker? Look at here. Line, line, line. Looks like the sky. Немножко линии как бы я рисую. Горизонтальные. Horizont lines. И выглядит как облачка или как небо, да? Смотрите, вот так вот. Сверху я рисую такие линии. Немножко темно-синие. Вот так вот. Пум-пум-пум-пум. И выглядит как облака. Вот примерно так. Но вы не переживайте. Я всех подожду. And if somebody done, show me, but I'm waiting anybody, don't worry. Я каждого буду ждать. Вот такое примерно нежненькое-нежненькое небо у нас получилось. Оп! Смотрите, какое. Видите, у меня полоски видно. Видите, полоски видно. И есть ощущение облаков, когда полоски видно. Вот горизонтальные такие. Три-то repeat this effect after me. Yes, when you are drawing it with lines, it's possible to see, looks like clouds or... Yeah, like clouds. And check yourself, it shouldn't be very dark, guys. It should be a very light tone. Very, very light blue. A lot of white, a lot of water, and a little bit blue. Okay, and if somebody done, show me. Так, смотрим, одиночка. Чуть приподними вертикально. Excuse me, I'm not done, but is this a light enough blue? Because that's like the lightest blue I can make. Yes, yes, I would rather lightest. You can save... Одиночка, сейчас, секундочку. You can save this tone, exactly, Владимир, but, Владимир, look at... Please listen. On the bottom, add a lot of white, and mix the tone. Save your blue, okay, save. But on the bottom, add more white, because we want to have light and sunny in the horizon, okay? Значит, одиночка, тебе вот как раз голубенькие, ты можешь начать сверху голубеньких линий, то есть чуть-чуть темнее возьми, и вот такие линии наложи, чтобы у тебя не было такое, ну, такое статичное голубое небо, да, что немножко, как будто облачка там появились. Совсем на полтона темнее, чуть-чуть, да, что еле уловимые. Такой же тон, ну, может, чуть-чуть темнее, совсем чуть-чуть. Так, а как дела идут у Виктории, Леры, Лизы, Алисы? Мы это делаем быстро, very fast. Нечего тут рисовать, просто затонировали, как затонировалось. И когда вы быстро рисуете, это более динамично и красиво смотрится, да? Это только для бэкэнда работает. When you're drawing fast, it looks like very dynamic. This is actually just for back-end, okay? Not for the front-end or for very important details. For back-end, background. When you're drawing fast in dynamic, it's very beautiful. Так. Окей, один получилось подправить? Как дела у Леры, Виктории? Да, вот смотри, уже, видишь, как интереснее смотрится. Чуть затонировала там, интереснее смотрится. Отлично. Ой, какой нежный у Алисы. Алиса прекрасна. Хорошо, очень нежна. Окей, я вижу, что несколько человек дам, поэтому мы делаем зеленый. Clean brush, very clean brush. Excuse me? Yes. I'm still not done. It's okay, don't worry, I just will show for guys who finished. Значит, Виктория, очень-очень хорошо, только Викуль, вспомни, горизонтальные линии, Викуль. Не вертикальные, поэтому, пожалуйста, поправь, может быть, немножко с водичкой разбавь, но горизонтальные линии. Не надо тебе там, ну, просто, да, пусть они будут горизонтальные. Не вертикальные, no, 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 а горизонтальные. Викуль, Викулечка, посмотри на меня. Если тебе проще вот так рисовать, переверни вот так лист, смотри, вот так. И рисуй вот так вот. Будут горизонтальные, да? Просто переверни листок. Okay, guys, we are doing green. If somebody, if somebody didn't finish, it's okay. I'm taking blue, wash my brush, clean my brush dry. And I'm taking with clean brush, guys, with very clean brush, I'm taking yellow. I'm mixing, this is dark green. Dark green. And one more. And one more. The same green, but a lot of yellow. A lot of yellow. I have two greens. With a lot of yellow and a lot of blue. Two greens. You should have two green colors. With green dark, I add, I add on the bottom, чук-чук-чук-чук, dark green. On the bottom, I add dark green. On the bottom of each tree. Как бы на, внизу каждого дерева, или, знаете, куста. Внизу каждого куста темно-зеленый, критично очень. Very critical. On the bottom of each piece, what you draw, dark green. И смотрите, пум-пум-пум, пришлепываю. Посмотрите, как пришлепываю. Шлепочками, шлепками. Потому что это деревья. Внизу каждого. On the bottom of each tree, or each form, yes, section, what we draw, dark green. Внизу каждого вот этого кусочка темно-зеленый. Внизу каждого кусочка темно-зеленый. Окей. Вот так, видите? А вверху, on the top, light green. А вверху этого кусочка светло-зеленый. При этом, посмотрите, у меня остаются промежутки. Look at here, guys. I have white spaces a little bit. It's okay. It looks very beautiful. И шлеп, 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 посмотрите. Вот так, шлепочками, шлепочками. Чтобы придать эффект пушистых деревьев. Шлеп, 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 шлеп. Как бы шлепаете дерево, вот эти вот кусты, да? Пошлепываете вот так вот. Пум-пум-пум-пум, постукиваете. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Did you get an idea, guys, what I'm doing? Yes, okay, nice. То есть, вы берете какой-то кусочек, который вы нарисовали, да, форму. Внизу этой формы темно-зеленый, вверху светло-зеленый. Шлепочками. и все и вот так сухенько сухенько не плотно не плотно ребят еще раз полупрозрачный цвет сухо не надо заполнять прям краской все такой сухой немножко цвет такая прозрачненькая краска не накладывайте прям супер-супер темно как бы как прозрачный немножко как вам уже хорошо да смотрится вот алисенька хорошо да отлично супер про правильная идея следующий холм за ним рисуй с такой же точно такой же идеей и одна полоска останется это для полей алиса правильно справилась так секундочку один а у тебя там где светло-зеленый он немножко такой грязноватый получился возьми прям много желтого сейчас прям по мою кисточку возьми прям желтый и такой полупрозрачный цвет цветом на свет наложи и будет больше разницы в свет и тень да тебе просто разницу в оттенках более очевидную сделать так владимир вижу старается отлично верочка лет не вырисовывали смотри вот так это background это значит что ты не вырисовываешь а вот так достаточно быстро это даже если ты выходишь вот виктория молодец да виктория теперь опять темный зеленый там опять темно-зеленый у тебя будет да и потом опять светло-зеленый а лерочка смысл background в том что когда ты вылазишь за границей и ничего страшного понимаешь вот так просто шлепаешь и это похоже на веточки конечно когда мы будем рисовать тонкой кисточкой шарики ты будешь вот так выписывать как ты сейчас делаешь а для заднего фона это не имеет значения круто да поэтому лет твоя задача просто сделать это быстро сохраняя правило снизу кусочка например возьмем кусочек дерева да смотри например кусочек дерева смотри вот кусочек дерева да вот так вот кусочек у тебя есть смотри да ты снизу дерево накладываешь темные шлепки вот так куда а сверху дерева сверху дерева накладываешь светлые штрихи но шлепки все и так по всей поверхности и тогда у тебя получится вот то что нужно секундочку алисенька не увидела лири подсказывала отлично да отлично алисенька светло зеленый темно-зеленый чуть-чуть потемнее сделай а ну владимир шикарно владимир прям сказочным вау супер класс класс я могу тебе посоветовать сами низ чуть-чуть не сделай little bit so I can advise you to do the bottom the little bit darkest little bit not to fit very thin line and thin dots why because the framing it's very beautiful do you remember this rule framing when 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 then counter little bit darker it's more beautiful yes you can have several several do you see I have counter more darkest it will be beautiful little bit так лизонька хорошо лизонька лизонька темно-зеленый добавь по контуру темно-зеленый по контуру и все хорошо будет это прям много синего там будет и супер будет окей ходит the green area please wash your brush take a lot of white mix with your green any green what you have and draw ип ип and draw the white area with with white with light light green with a lot of white because i have white space Это выглядит как беленький, да? Ну, такой светло-светло-зеленый. Светло-светло-зеленый. Посмотрите, вот у меня прям светло-светло-зеленые полоски. Very, very light green. И можно там же нарисовать полосочки, такие полосочки, чуть потемнее на светлом. Вот, смотрите, вот такие полосочки делаю я, полосочки. Это поля наши, там поля. Вот такие полосочки на светло-зеленом я делаю чуть более темные полоски, зеленые. Но все равно это светло-зеленые, это у нас там поля. можно даже добавить розово-коричневых полей вот там вот далеко розово-коричневых вот я добавила розовый только пожалуйста очень светлый вот я розовый даже добавила смотрите но только в майтон в элайт и лоток white должно быть много белого да это все белые пастельные тона вот я туда добавила это у нас там какие-то поля да ну что у нас готова мы готовы переходить у нас ровно 30 минут для того чтобы потренировать вот эту кисть но я подожду очень хорошо алиса шикарно вот прям прям тон в тону как у меня сделала отлично вот я методы эти поля виктория тоже отлично прям нежные нежные поля отлично victoria вот здесь victoria попрошу тебя сделать еще раз зеленый еще раз зеленый да и немножечко светло-зеленый светло зеленый и немножечко вот тут вот немножечко на поля чуть-чуть зайти да вот так вот. Чуть-чуть перекрыть, чуть-чуть, да, чтобы все-таки вот этот светло-зеленый поверх как бы был. Ладно, Викуль? Чуть-чуть больше листочков придай, чуть-чуть больше листочков, и будет хорошо. Ладно, Викуль? Да, Дина? Как у тебя? Покажешь? Лизонька, Лиза, как у тебя идут дела? Покажи мне, покажи, расскажи, как у тебя все получается. Ну, Лиза, ну смотри, какой бэкграунд шикарный, супер, ну просто нежно-нежно, сегодня прям молодец. Лера, как у тебя дела идут? Лерочка, как у тебя дела идут, покажешь? Даже если ты не закончил ничего, просто примерно покажи, где ты. Владимир very good, Владимир очень-очень хорошо, отлично, прям такой нежный, супер, Владимир класс. Да, прекрасно, Лерочка тоже тень, свет, умница, прекрасно, отлично. Окей, guys, we need to go to the next step. Please take small brush. If you didn't finish something, it's okay, you can finish and later it. But what is important, we need to train small brush. We did train with big brush, small brush. Значит, что должно быть основным? What is important? Please change the water. Пожалуйста, поменяйте воду, потому что мы будем рисовать желто-красные, ну, наши красивые шары. Если воду не поменяем, будут коричневые. Please change the water. This is first. Играет музыка. Окей. У меня две чистые, прекрасные чистые кисточки. Две прекраснейшие чистые кисти. И посмотрите, когда я ее намочила, какая она острая. Вот это то, что вам надо. Вам нужно вот такую острую кисточку. Посмотрите, видите, какая она острая. Да, Владимир, хорошая кисть. У Владимира хорошая. Владимир, if you have bigger, bigger size will be fine. Элиза, Алиса, хорошая. If not, it's okay. Да, Лерочка, хорошо тоже. Одина, как у тебя? Виктория, Одина. Покажете? Одиночка, покажешь кисточку? Ближе, ближе, ближе. Ручку подложи, руку вот так вот подложи. Тебе нужно больше, одиночка, больше кисть, больше, крупнее. Точно такая же острая, но крупнее, потому что не хватит. Вот, вот это хорошее, да, вот это хорошее. Так, окей, Виктория, do you have? У тебя есть? Ой, какая милота у Владимира. Да, Виктория, отлично. Итак, wash and dry. Окей, когда мы рисуем кисточкой, нам надо близко ее брать. Посмотрите, когда мы рисуем очень красивые какие-то вещи, аккуратные, надо близко брать. То есть, когда мы ее моем, да, мы вот так моем. Но потом вот так пододвигаем, посмотрите, и берем близко. Владимир, if you will skip this part, it will be difficult. Итак, we are taking it very close when we draw any line. When we wash, we are taking it like this. But when we take to draw the line, we are taking it very close. I will show you one exercise, one second. Okay, look at here. I am taking red. We are drawing with end of brush. Look at here. Just with end of brush to do line very thin. If you will use full brush like this, line will be not very thin. Еще раз, если вы сильно надавите, if you will push very strong, если будете сильно давить, то получится, ну, линия вот такая. Вам нужно рисовать только кончиком кисточки. Еще раз, смотрите внимательно. Please look at here. Вы видите, что я рисую только кончиком кисточки. Do you see that I am using just end of brush? How to control the hand? Как же законтролировать руку? Посмотрите как. Я когда руку кладу, я не на весу рисую. No, I don't use like that. Владимир, if you will skip it, you will not repeat it. Look, I need to put my hand on the canvas. Do you see? This is didn't dry, so I will put it here. I need to put my hand in hold. It's very critical. And then, look at here. When I hold, видите, finger. Мой палец контролирует нажатие. То есть у меня не гуляет рука вот так. Not jumping. Дунь-дунь-дунь-дунь. Вот так положила, пальцем зафиксировала. И кончиком. Только самым кончиком. Как будто бы вы рисуете карандашом. Вы проводите кончиком контур. Again, you need to draw. Put the hand. Put on the canvas. Положите на close. Take very close. Возьмите очень близко. Use just end of brush. Используйте только один конец кисти. If it's very dry. Take more water. Если очень сухо идет, возьмите больше водички. Виктория, клади, клади. Положи руку. Да, положи руку, Виктория. Не на весу, а положи. Зафиксируй близко. Возьми кисточку. Да. Чтобы она лежала. И прорисовываем линию. Как будто это карандаш. You need to think like this is the pencil, not the brush. It should be like the pencil. Okay. You should feel like, oh, it looks like the pencil. Okay. And I'm doing the contour. If, let's say, this is the pencil. And you should have a lot of pigment. Not, it should be like water, water. Чем тоньше линия, тем лучше. Но мы тренируемся, да? It's okay. Вам нужно обвести все линии карандаша. You need to do contour where you have the pencil. And it's difficult, I know, guys. But try, try to do it like with, like with the pencil. Very thin lines. And I know it's difficult. You just need to do contour of all pencils. What you have. Все карандаши, вот этих, pencils, lines. Pencil lines. If it doesn't work for you, please, look how I'm doing it. And repeat after me. Если не получается, не работает так для вас. Смотрите, ребят, что я делаю. Look at here, the secret. Just for who will see this. If you want to do it more thin, I'm doing like that. Look. Видите, я прокручиваю вокруг своей оси. Вот так прокручиваю кисточку на палитре. Вот так вот. Вот так вот прокручиваю. И она тогда становится острее. Ну и мы сейчас посмотрим, у кого линии самые тонкие, самые четкие. Тихо, отлично. Тихо, отлично. Ты amount, ты спрашиваешь? Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok очень хорошо, очень хорошие линии, супер, Лера, класс, продолжай, Лера, отлично. Лиза, Алиса. Лиза, Алиса. Я только сделала красный шар. Да-да-да, it's ok, мы тоже только, детки тоже все только красный сделали, это я быстро, вот, все только красный сделали, не переживай, я просто хочу посмотреть, как у тебя линии идут, еще никто не закончил, не переживай, просто покажи, хочу посмотреть, что все окей, линии получаются. Покажешь, Алисенька? Только там, даже если 2-3 линии сделала, просто покажи, чтобы я посмотрела, что линия идет правильно, да, что у тебя получается кистью линию сделать. Все, супер, да, можешь больше пигмента брать, больше, и водички, чтобы пожиже было, тогда легче будет идти, все, очень все правильно делаешь, хорошо. Алиса, Лизонька как, подустала, да? Лизонька перерыв берет сейчас? Или, Лизонька, здесь? Я знаю, Лизу обычно хватает на час, но сегодня на час двадцать уже, молодец сегодня, Лиза. Да, ай, какая прелесть, да, какая прелесть. Лизонька, как у тебя? С шариком? Или перерыв пока? Перерывчик, да? Окей. Так, смотрим, Владимир. Отлично, Владимир, ну, сегодня прям, ну, на стенку можно вешать, очень хорошая работа. Окей. We are taking orange, orange, we are making orange, orange, and draw lines inside, it's orange lines. So, we are covering just pencil, yes? We're just covering the pencil. Yes? А я хочу в чарик внутри желтым сделать. Да, конечно, сделаешь, да, да, да. Главное сейчас, у тебя есть линии вот эти вот, которые мы рисуем? Ты их просто обведи оранжевым, а потом внутри будем желтеньким делать. Эти линии, которые внутри, можно толстыми делать, не сильно тонкими. Я вижу. Лизонька, давай не отвлекай деток, Лизонька, хорошо, потому что детки сейчас концентрированы, я знаю, вы устали, но осталось совсем немножко, и я хочу, чтобы мы закончили эту работу, и она была очень красивая, окей? Итак, я сделала оранжевые линии. Владимир, как у тебя идут дела? Я не поставила ни линии в них. О, окей, got it. Окей, I see. Then we are taking yellow, yellow, and we are covering inside. And you could use water. Water means a lot of water. And do you see, I'm covering inside, but I have white space still between red line and other lines. Еще раз, Владимир, тоже посмотри. Видишь, я когда покрываю, да, Владимир? Look, when I'm covering with yellow, I have a little bit white space between a red line and other red line. Do you see? And it's absolutely okay. Лерочка, как у тебя идут дела? У тебя очень сложные узоры, поэтому тебе, Лерочка, главное один шарик сделать полностью, как я сделать, да, то есть полностью, а остальные ты сможешь потом доделать, потому что у тебя у других шариков, там прям клеточка, достаточно сложный узор. Ну, он просто времени у тебя возьмет, и тебе поэтому нужно просто попробовать один шарик закончить со мной, да, а потом второй, третий уже самостоятельно, зная принципы. Вот, поэтому переключайся на вот этот шарик, который у меня, то есть оранжевые полоски, а внутри желтый, при этом смотри, видишь, как я быстро раскрашиваю, то есть я раскрашиваю светло-желтым, и остаются даже белые линии. Ну, белый, беленькая там остается, внутри в этом ничего страшного нет, это красиво смотрится. Смотрите, я буду делать the things that I'm supposed to color in on the balloon different colors. Okay, it's okay, you can do different colors, just make sure that it's very light color with water, yes? It's not, I will describe, you should save dark lines, what you have, do you see? If you will use a lot of pigment, Vladimir, you will cover your lines, it will be not beautiful, okay? So, when you're covering inside, when you're coloring inside, use more water, like watercolor, okay? To save your lines, what you draw. I'm using yellow, and if I covered little bit red, it's okay, because yellow is too light. And on the right and left side, inside orange too, a little bit. Микрофончик выключите, а то прям пугаемся, пугаем. Корзина оранжевая, ребят, корзина оранжевая. Бэккетт из оранж. Бэккетт, all бэккеттс are оранж. Обычно корзины всегда оранжевые. Достаточно быстренько раскрашиваем корзину, просто раскрасить. Фиолетовый внутри я раскрашиваю светло-голубеньким, тоже водичкой, смотрите, прям водичкой, и вот так вот, пук, смотрите, я делаю водичкой, это значит, что это легко, вот так вот, видите, можно даже залазить на линии, которые я нарисовала, если я это делаю водичкой, никакой проблемы нет, видите, если я водичкой закрашиваю, я могу на фиолетовый заходить, никакой проблемы нет. Ну и по краям темно-фиолетовый, помните, по краям мы делаем темную, темную водичку. По краям потемнее цвет, в середине посветлее. И у меня тут еще красненький остался, я его сделаю розовеньким. Тоже водичкой, то есть если вы рисуете водичкой, то оно просто сохранит вашу линию. Еще желтого? Еще желтого? Окей, do you need somebody help? Смотрите, вот я розовой водичкой по краям делаю, как бы утемняю, по краям узорчики делаю потемнее. Как, ребят, получается? Получается, ребят? Если кому-то нужна помощь, обязательно скажите, я помогу. Самое сложное было линии, да? О, у нас мы Лизу с Алисой потеряли, сейчас я ее напишу. О, вот, вижу, их выкинула, подключаем. Так. Ирина, у меня линии, они близко друг к другу. Давай посмотрим, покажи, покажи, давай посмотрим. У меня новые места. Все супер, все отлично, и вообще не переживай, близко и близко, вообще никаких проблем, потому что, когда ты сейчас будешь желтый накладывать, да, ты можешь вот так вот прям водичкой желтой, по все, когда линии высохнут, высохнут, ты сверху прям желтой водичкой, когда наложишь, ты прям по линиям сверху можешь накладывать, потому что эта водичка будет прозрачная, и она когда попадет на твои линии, которые ты сделала, это, ну, ничего не будет этим линиям, понимаешь, да, если ты будешь рисовать прозрачной желтой водичкой. Вот как здесь, смотри, Я рисовала зеленой водичкой здесь Я прям по фиолетовым линиям Сверху вот так закрасила водичкой Фиолетовым линиям от этого ничего не стало Поэтому ты сделала все правильно У тебя красивые линии Поэтому ты берешь желтую водичку Тонируешь полностью свой шарик Когда только он высохнет Желтой водичкой вот так вот закрываешь По краям оранжевой водичкой Именно водичкой То есть не краской Вот это краска плотная Так не надо А водичкой Вот я беру кусочек краски И вот так видишь воду развожу И вот такой водичкой тонируешь Но только желтый И все водичку можешь помыть Чистую взять Желтой водичкой затонировать По краям оранжевой А посередине желтой Вот сейчас попробуй Поверь шарик будет на 100 баллов При этом ты быстро его затонируешь А все линии ты уже сделала Тебе ничего делать не нужно У тебя все линии красивые Линии перспективы и шара сделаны Просто затонировать и все Вот тебе не нужно каждый кусочек вот так делать Да Лерочка смотри Каждый кусочек отдельно не нужно Просто так водичкой желтенькой и все Окей? Не забывайте снизу полоску раскрасить в какой-нибудь красивый цвет Попробуй Попробуй Понятен принцип, да, Лерочки? Понятен? Я вижу мало Попробуй, можешь с маленьким шариком так попробуй Окей Не забывайте снизу полоску раскрасить в какой-нибудь красивый цвет Я, ну, в разные цвета раскрашиваю Стропы, вот эти ниточки, да, вот эти ниточки Их можно, ребята, делать фломастером Когда высохнет То есть Сейчас покажу Ну, я сделала кисточку, мне легче Кисточкой Ну, можно и фломастер Сейчас я покажу Дно корзинки темным цветом, не забудьте Темно-оранжевым или Или сереньким Дно корзинки, помните? Дно корзинки И вот, смотрите, я фломастером делаю вот так стропы Видите, такие полоски Пум-пум-пум Ну, можно и кисточкой Значит, мы с вами все потренировали, ребят Самое главное было потренировать линии и контроль руки Вы все сделали Все остальное, это просто Получение удовольствия, чтобы вы пораскрашивали Узоры Принцип, я думаю, что мы поняли Да, как принцип у нас строится Вот я здесь зелененькое сделаю Можно пораскрашивать в любой цвет В который хочется помедитировать над этим Но главная идея Поймана Ну, и у корзинки О, Алиса Супер, да Алис, тебе нужно контур корзинки сделать Темно-оранжевым Или вот как я Немножко черным И смотри, видишь, я вот так делаю И наискосок Потому что корзинка как бы плетеная Плетеная Смотри, я сделала контур Еле нажимаю И вот так вот по диагональке То же самое Одиночка Контур Контур корзинки И по диагонали плетеночку Ты можешь это сделать оранжевым цветом Если кисточкой делаешь Чтобы сохранилось ощущение плетенки Можно просто оранжевым цветом сделать О, Владимир, класс Да, переходи к корзинке, Владимир Корзинку И, Владимир, look at here You have the sky Between the bucket And the ball You have the sky Not white place The sky Cover a little bit Sorry, just saw it Итак, смотрите Корзинку, да Вы можете кисточкой Вот так вот сделать Клеточку, да Для того, чтобы было ощущение Что это корзинка Контур и клеточку Тык-тык-тык То есть по диагонали Вот так вот Так А потом Ну, то есть вот так И так Лер, как у тебя идут дела? У нас еще три минутки есть Один получилось корзинку выделить? Не переживайте Если какие-то детали останутся То потом можно будет Это дорисовать То есть вы сможете Это дорисовать И потом Ну, то есть вот так вот Так, делаем последние-последние штрихи и будем сейчас фотографироваться. Не торопитесь, если вы какой-то шар не дорисовали, ничего в этом страшного нет. Принцип теперь вы знаете, ребят, главное, чтобы мы научились это делать, да, то есть мы знаем теперь принцип. Мы поучились это делать, и это самое главное. Отлично, очень хорошо, да. Алисенька, ближе покажи, ближе-ближе-ближе корзинку, как, ближе-ближе-ближе. Контур корзинки обвела и стропы, стропы фломастером или, может быть, ну, такой ручечкой, да, контур корзинки и вот эти линии, на которых держится шарик. Видишь вот эти линии? У меня еще там не вышло. А, супер, все, тогда вопросов нет. Окей, please, even if you didn't finish, it's ok. Please, up your works. If you didn't finish, it's absolutely ok. We will do the photo. Мы сейчас будем делать фотографии. You are doing very, very good job, guys. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...